Музыка Совмещать материнство, предпринимательство и общественную деятельность непросто. Но у нашей героини прекрасно получается воспитывать четверых детей и развивать свое дело. Мы познакомим вас с Ольгой Бахмутовой. Она возглавляет Химкинское отделение Союза Женщин России и руководит образовательным ресурсным центром для женщин. Ольга, расскажите о вашем центре. Когда он появился, какие здесь проходят занятия? Лен, наш центр для женщин открылся он два года назад в городском округе Химки. Наши дорогие женщины приходят к нам работать, заниматься спортом, заниматься творчеством, да просто даже общаться. А уникальность нашего центра в том, что все это можно делать вместе с детьми. К нам приходят женщины с грудными детишками до года. Также приходят к нам и школьники, и подростки. И каждый находит здесь себе занятия по душе. Какие, например, занятия, кружки у вас есть? Вот прям конкретно названия какие-то? У нас есть занятия как для женщин, так и для детей. У нас есть регулярные программы, и есть разовые мастер-классы. Есть программы для малышей, это творчество, рисование, лепка, подготовка к школе. Для деток постарше, для школьников у нас, конечно, побольше уже занятий. Это английский. В следующем году планируем открыть группу китайского языка. Есть творчество. Скоро открываем группу для подростков по скетчингу. Это рисование акварелью, такие быстрые наброски. Есть скорочтение, каллиграфия. И самое главное, у нас есть продленка. Просто незаменимая функция для мам, которые работают. Потому что детки у нас приходят со школы, мы их встречаем. Они кушают, гуляют, играют, посещают наши кружки и делают домашние задания. А еще в этом году у нас будет два уникальных, я считаю, курса. Это этикет. Мне кажется, важно и взрослым, и детям. Да, очень актуально. У нас будет еще замечательный уникальный курс. Классическая музыка для детей. Но это не петь и танцевать. А это знакомство с жанром, таким как классическая музыка. Расскажу, что же у нас есть для мам. Наши мамы с удовольствием занимаются йогой. Два раза в неделю есть группа вечерняя, есть утренняя группа. У нас есть замечательный нейрографик. У нас принимают психологи. Есть небольшая фотостудия. У нас каждые две недели проходят нетворкинги. Это очень популярное сейчас направление, где женщины знакомятся друг с другом, рассказывают, находят себе партнеров, клиентов и просто друзей к нам. Просто приходят пообщаться. Как у вас вообще появилась идея создать такое интересное, разнообразное пространство? Лен, ну, конечно же, из личных потребностей. Я как многодетная мама 10 лет просидела в декрете. Я считаю, что не зря. Я получила много дополнительных образований, новые профессии освоила. И мне было скучно. Мне не хватало общения, мне не хватало какой-то движухи. Я начала знакомиться с мамами, их объединять, приглашать на встречи. И мы понимали, что нам нужен свой дом. И вот два года я искала подходящее пространство. Мы его нашли, мы открыли этот центр. И сейчас, конечно, мы с гордостью понимаем, что мы выросли из этого помещения. И уже присматриваемся что-нибудь побольше. Ой, это отличная идея. Ольга, что вы делаете и реализуете, как председатель Химкинского отделения Союза Женщин России? Звучит, конечно, очень интересно. И, наверное, актуально. Многие даже не знают, что в Химках существует такая общественная организация. Лена, спасибо большое за вопрос. Я социальный предприниматель. Очень много направлений. Я делаю просто для людей бесплатно. Я прекрасно понимаю свою социальную ответственность перед женщинами. У нас проходят такие программы, как Дни ментального здоровья. То есть мы рассказываем женщинам о том, как важно заботиться о своем ментальном здоровье и знакомим их с разными способами, методами, с разными специалистами. У нас совсем недавно организовался Совет семей воспитывающих деток с особенностями здоровья. И это все, конечно же, у нас проходит в рамках деятельности Химкинского отделения Союза Женщин России. Ольга, спасибо вам за такой подробный рассказ о вашем центре. Но теперь хотелось бы узнать о нем побольше и увидеть, какие же пространства здесь есть. Хотим экскурсию? Ну, конечно же, приглашаю вас на экскурсию. Пойдемте. Варя, расскажи, что ты слепила, пожалуйста? Я слепила море. Тут вот песок, тут море. Тут будут люди кататься на банане, которых я сейчас слеплю. Пойдемте, покажу вам дальше наш центр. Лен, хочу вам рассказать несколько слов про наш большой зал. Здесь проводятся праздники, мастер-классы, встречи, а еще выставки как художественных работ, так и фотографий. Не так давно у нас была фотовыставка, которая называется «Рядом с мамой». Мы ее снимали на базе нашего центра, в нашей фотостудии. И идея была показать вместе три поколения. Бабушка, мама и дочка. Такая вот чудесная фотовыставка продолжает у нас еще находиться в нашем центре. Пойдемте дальше? Пойдемте. Какая яркая комната. Это, наверное, игровая. Лен, абсолютно правильно. Это самая любимая комната всех ребят нашего центра. Здесь находят себе занятия по душе. Самые маленькие и большие. Здесь есть и игрушки, и настольные игры, и книжки. А еще здесь проходит занятие творчеством и подготовка к школе. Так, здесь какое-то оборудование. Да, да, у нас есть еще несколько кабинетов. Наш центр очень любят специалисты, которые работают на себя, и так как это очень сейчас модно и актуально самозанятые, и берут кабинеты в аренду. Почасовая аренда. Такой вот зал у нас, малый зал называется. А есть еще кабинет для индивидуальных консультаций. У нас есть массажные столы, у нас есть кресла, психологи, различные специалисты ментального здоровья очень любят наши кабинеты. Ольга, спасибо вам за такую прекрасную экскурсию. Захотелось посетить какое-то занятие в вашем ресурсном центре. Что посоветуете? Приходите к нам на нейрографику и на йогу. Обязательно приду к вам. Еще раз вам спасибо за теплый прием и самых больших вам дальнейших успехов. Субтитры сделал DimaTorzok